Я приветствую вам, дорогие мои братья и сёстры, именем нашего Иисуса Христа. И наша церковь, армянская церковь и церковь Фризно, мне сказали, что передать христианский привет вам. И мы это передаем. Спасибо. До того, как я буду проповедовать, я хочу несколько сказать, как я пришёл к Богу. Ну, дорогие мои братья и сёстры, я родился в Армении, в Спитакском районе, где землетрясение было. Но, когда у меня было 15-16 лет, я поступил там, в Ереван, в столице Армении, в математическую школу. Это была особенная школа, чтобы потом стали математиками. И там мы дали экзамен и поступили там. И после этого у нас был один студент, один ученик, вырывал Господа. А как это было? Это напротив нашей школы жил наш брат Самвер. Он его сказал, Рафику, Слово Божие. И мы тогда через Рафика и несколько братьев уже в школе начали принять Господу. Но я, как обращался, интересно, братья и сёстры, я... В этой школе был интернат, и те, которые пришли из районов в Армении, они там жили. А те, которые жили в Ереване, они там не жили. Но один раз лежал на моём кровати и пришёл в комнату эту один из учеников, но другого класса. Его звать, я сейчас помню, он был неверующий, до сих пор неверующий. Но он мне сказал, ты знаешь, что есть Бог. Ты знаешь, что есть люди, учёные даже, когда верят в Бога. Ты это знаешь? Ты знаешь, что Бог, когда ты обращаешься к Богу и хочешь что-нибудь, Он даёт. Когда эти слова сказал, братья и сёстры, внутрь меня появилась очень хорошая радость. Мне было радостно. Я сказал, что... А вот как хорошо, сейчас я буду просить Бога, и Бог скажет номер билета, экзаменационного билета, и я буду этот билет лучше изучить, и хорошо буду дать экзамен. Но после этого я понял, что это детская игра. И так я принял Бога. То есть мне сказал Бога неверующий, и до сих пор неверующий. После этого, когда мы верили в Бога, уже в нашей школе, в математической школе уже были так 5-6 там ученики, уже они верили в Бога. И мы в крышах собирались, чтобы там поговорили. У нас не было Библии, у нас только от Иоанна так это было. Только это мы рукой написали, и читали, и мы обсуждали. И подняли крышу, у нас было место там нашли, и там обсуждали. Один раз директор школы, он знал, что уже верующие здесь, но это был 68-й год. Я родился 51-го года, а это было 68-й год. Значит, он хотел, чтобы поймать нам. И один раз он ступеньем так поднялся, чтобы крышу там посмотреть, но ему было лень, потому что он уже не молодой был. И оттуда он говорит, эх, там кто-то есть? Один из наших сказал, что нет, там никого нету, а он ушел. Так и братья, сестры, мы начали, значит, веровать в Бога. И 25-го мая 68-го года из наших братьев, Рафик сказал мне, давайте пойдем к брату Акопу. Тогда был последний звонок. Когда ты оканчиваешь школу, последний звонок у нас бывает так. И я сказал, давай. Ну, поехали к нашему Акопу, к брату, он был пресвитером тогда. И мы, значит, были у него дома, несколько, пять-шесть верующих были, и мы начали молиться. Когда молились, у меня, я пока не хорошо знал, что такое Дух Святой. Только мне брат Сергей сказал, что если кто-то принимает Дух Святой, то есть крестится Духом Святым, он уже становится чадом Божиим. И поэтому, когда мы начали молиться, значит, у меня так этот рот кто-то закрывал, и оттуда изнутри другое что-то вышло. Я хочу, чтобы сказать другое, а не смогу. И вот братья и сестры дали мне, были радостны у них, и сказали, что слава Богу, что крестил Дух Святым. Действительно, у меня были так, иные языки были, слава Богу. И Бог мне крестил Духом Святым. 25 мая 1968 года. И потом я уже думал, что я уже Сын Божий. И когда мы хотели обратно, я один был, обратно поехать в школу, я сидел в троллейбусе, а так, вы знаете, тогда все троллейбусы, автобусы, так было очень много народов. И я сидел тогда, и рядом пожилой человек был со мной, ну, рядом с мной. Теперь я хочу дать место этого пожилого человека или не дать. Раньше я всегда дал, но теперь я думаю, что дать или не дать. А я думаю, что я уже Сын Божий, а это обыкновенный смертный человек. Как я могу дать этого места? И так, раз уж так, две остановки мы поехали, а потом я думал, что мне надо дать место этого человека. И дал, где он сидел, и я так поехал в школу. И кроме этого, братья и сестры, скажу одну вещку. Когда весь эта школа и все райкомы знали, что там здесь появились верующие, звали одного атеиста, Савасиан, звать его, чтобы он говорил против Бога, чтобы мы уже не верили Богу. Собирали 9-10 класс, и мы слушали, как он говорит. И мы уже кое-что читали из Библии, а он так говорит, что он врет, он по-другому обсуждает, по-другому говорит. И мы, наших товарищей, показали, что как он врет, а здесь написано так, а он как это говорит. И после этого, чтобы не то, что верующие стали неверующим, а наоборот, неверующие стали верующими. Два раза число верующих два раза увеличилось. Слава Богу! Ну, теперь, братья и сестры, я хочу сказать проповедь. Ну, проповедь называется «Ваши борода растут». Ну, может быть, это как-то странно будет звучать. «Ваши борода растут», но я буду сказать, потом и поймем, о чем идет речь. Ну, здесь мы будем читать Второе царство, 10 глава, Второе царство, 10 глава, и сперва до 7 стих. Я хочу это читать. Второе царство, 10 глава. Спустя несколько времени умер царь Аммуницианцы, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давиду, «Давид, окажу я милость Анону, сыну Насуну, за благодояние, которое оказал мне отец его. И послал Давид в слух своих, утешить Анона об отце его, и пришли слухи Давиду и в землю Аммуницианскую». Ну, вы же знаете, традиция такая была, чтобы когда твой, ну, друг или человек умирает, потом так приходят утешить. У нас тоже так бывает. И когда, я не буду все читать, потому что это займет время, и когда вот эти люди, они пошли там туда, к Анону, сыну Насуну, то есть царю, и хотели утешить. Но получилось так, что князи Анона сказали царю, что они не пришли здесь, чтобы утешить тебя. Они пришли, чтобы, ну, как это место я буду читать, значит, вот так. Но князя, 3-е, значит, 2-е царство, 10-я глава, 3-й стих. Но князя Амунитяне сказали Анону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешиться? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем и послал, после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе. То есть, они сказали Анону, чтобы они не для утешения пришли здесь. Они пришли, чтобы посмотреть, а потом, чтобы разрушить. И этот царь, ну, верил своих князей и приказал, приказал этих утешителей, что они сделали. И взял Анон слуг Давидовых и обрел каждому из них половину бороды и обрезал одежды, их наполовину и дочересил и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчешены. И велел царь сказать им, оставайтесь в Иерихове, пока отрастут бороды ваши. И тогда возвратитесь. Вы знаете, что на Востоке вот этот обрезать бороды, это очень обидно. И когда царь слышал, что обрезали бороды и наполовину обрезали, и одежды обрезали, и Бог послал своих услуг, чтобы сказать им, что не приезжайте в Иерусалим, поедите в Иерихов, пока ваши бороды будут расти. И потом, после этого, приезжайте туда, в Иерихов. А что такое Иерихов? Как это переводится? Иерихов означает благоухонное место. То есть, идите там благоухонное место, пока ваши бороды будут расти. А что это такое на практике благоухонное место? Я потом скажу. И увидели Амманутиян, что они сделались ненавистными для Давида. И послали Амманутиян помять сирицев без Рехова и сирицы сует 20 тысяч спевших. У царя Махи тысячи человек и из Истова до 20 тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, он послал во всем войскам храбрых. То есть получилось между Давидом и Амманутияном появилась борьба, война. И что случилось в этой войне? Я просто кратко скажу, что в этой войне столько людей умерли, столько человек погибли в этой войне, это написано здесь, в книге, столько очень много народов в войне там уже погибли. То есть, почему это так получилось? Потому царь царь анон слышал своих князей и не исследовал этот вопрос. Они правильно говорят, неправильно говорят, просто так верили и дали приказ. Дорогие мои братья и сестры, теперь давайте будем сделать так. пока пока они пошли там в Ерехове и сидели там в Ерехове, они так не только просто сидели, благоуханное место, дали ему хорошие советы этих слуг, которые обречественные, дали хорошие советы там, чтобы они не так очень обижены и после этого, когда они были уже, уже борода появилась, они пришли к Иерусалиму. Поэтому, когда нам оскорбляют, дорогие братья и сестры, когда нам обижают, когда нам обречествуют, тогда что же мы будем сделать. Иногда бывает так, что мы тоже так делаем, как нам делают. Но слово Божье говорит, иди в Ерехов, оставайся там, пока твои борода будут расти. Да, Ерехов это благоуханное место. Пока отрастут бороды, то есть пока пройдет обида, тогда не выйти оттуда. Из этого состояния ты видишь, когда будет все нормально. А как понять, где благоуханное место на практике? Действительно, очень трудно утешать человека, дух которого пораженный, ибо написано в 1814, дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть пораженный дух очень трудно подкрепить, только дух святой, дух истины может подкрепить такого человека, пораженного человека, потому что он есть дух истины, дух свободы. Он может освободить нас от всякой враженности, он может освободить тебя от всякого соблазна, от всякого оскорбления, от всякого ранения, только это Дух Святой может это сделать, ибо Иова написана, 5 глава, 5 глава, 17-18 стих Иова, я хочу читать это место, вот смотрите, что здесь написано, 5 глава, 17-18 стих Блажен человек, которого разумляет Бог, и потому наказание содержителя не отвергай, ибо он причиняет ранее, и сам обязывает их, он поражает, и его же руки вращают, он поражает, и его же руки вращают, то есть Бог может допустить, что меня нам поражали, но его же руки, это только Бог может так вращивать. Братья и сестры, еще хочу сказать, что сердце Давида был ранен, вы знаете, царь Давид очень был ранен в действии Абессалома, Абессалом это был его сын, и он пошел против своего сына, против Давида, и это мы второе царство, 15 глава, 13-14 стих будем читать, второе царство, второе царство, ну это как пример, я хочу сказать вам, значит вот второе царство, 15 глава, 13-14 стих, здесь написано, ну это его сын Абессалом пошел против своего отца, и читаем так здесь, и пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильцана уклонились на сторону Абессалома, и сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем и в Иерусалиме, встаньте убежим, ибо не будет нам спасения от Абессалома, спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не заставил, не застег и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города вечным. И сказал слуги царские царю, не во всем, что угодно господину нашему царю раби твои будем сделать. И вошел царь в весь дом его, и за ним пешком оставил же царь десять жен наложниц своих для хранения. Вот видите, сколько был поражен сердце Давида, дорогие мои братья и сестры. Потому что Абессалом, как сын, это против отца, и как гражданин своего, против своего государства, он такие вещи сделал. Вот смотрите, вот что сказал Давид после этого. Ну, кроме этого, еще хочу сказать, что 24 стих, в 24 стихе мы читаем. «Вот и садок, и все левиты с ним несли ковчег завета, Божий, из Веуари, и поставили ковчег. Божий авиафар же стал из возвышения, доколе весь народ не вышел из города. И царь сказал садоку, возвратить ковчег Божий в город, если я обрету милость перед отчами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благовлевления к тебе, то вот, и пусть творит со мной, что ему благовгодно. Дорогие мои братья и сестры, это очень трудно, в таком состоянии сказать такие слова. Ну вот, во-первых, садок это сделал, так это, здесь в армянском, здесь написано, что стоял на возвышении, а в армянском переводе написано, что он делал жертвы. Вообще-то жертвы делают в возвышенном месте. Он делал жертвы. А почему делал жертвы садок? Потому что садок хотел, чтобы много народов пришли и присоединились с Давидом. Поэтому он думал, что если ковчег с ними, и он делает это жертвы, делает Богу, народ будет слышать это и будут прийти и присоединиться к этому, присоединяющему Давиду. То есть садок думал как-то, думал по-человечески, столько народов может быть, и мы можем победить. Но Давид так не думал, братья и сестры. Давид был духовный человек. И что сказал? Я читаю еще раз. И сказал царь садоку, возврати ковчег Божий в город. То есть не делай это жертвоприношение. Если я обрежу милость перед отчами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благовления к тебе, то вот я, пусть творит со мною его, что ему благоугодно. Это вещи, так может сказать только духовный человек. Если Бог хочет, чтобы я опять вернулся к моему столу и быть царем, он это сделает. А если он не хочет, чтобы я вернулся и еще стал царем, пусть он делает то, что хочет. Но с его сердца Давида было очень поражено, дорогие мои братья и сестры. Но так сказал Давид. Это не каждый человек может так сказать. Давайте, дорогие братья и сестры, не будем читать еще Исайя. 31 стих и 31 глава. И 1 стих. Что здесь написано? Смотрите, что здесь написано. Исайя, значит, Исайя, 31 глава и 1 стих. Борят тем, которые идут в Египет за помощью. Надеются на коней и полагаются на колесницей, потому что их много. И на садников, потому что они весьма сильные, а на святого Израиля не возвратят. И Господу не приобретают. То есть говорят кому? Горят тем, которые идут в Египет за помощью. Надеются на коней и полагаются на колесницей. То есть они ждут от телесной помощи. Горят там. А они не смотрят святого Израиля. А Давид смотрел святого Израиля. Он не нашел помощь, не нашел помощь среди людей. А он сказал, если Богу нехорошо это будет, пусть он возвращает меня. Хорошо будет, пусть возвращает. А если не хочет Бог, то пусть он что хочет, так и делает. Еще одно место я хочу про Давида читать. Дорогие мои братья и сестры. Вот смотрите. А да, еще хочу читать 39-й Псалом. И 39-й Псалом, 9-й стих. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй для того, чтобы делать зло. Когда ты ревневаешь, когда ты оскорблен, Ты будешь в таком положении, ты хочешь делать зло, но Слово Божие говорит, перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй для того, чтобы делать зло. Божья воля сходит с Божьего существа, и он благоугодна и совершенна, как говорит Ремьяна 12 глава 2 стих. Дорогие мои братья и сестры, Давид хотел Божью волю, хотя Божья воля была проклясть Давиду. Я хочу еще раз подчеркнуть это. Давид хотел Божью волю, хотя эта воля была проклясть Давиду. Вот это написано, 2 царство, 16 глава, от 5 до 9 стих. И еще 16 глава, 10 стих буду читать. 2 царство, смотрите, что здесь написано. «Когда семей злословит царя Давида. Так, когда дошел царь Давид до Бахмура, вот пришел оттуда человек из рода дома Саулова. По имени Семи, сын Герри, он шел злословить». То есть, этот человек по роду Бениамина, то есть, по роду, как Саул был, и сказал этот сын этого Саурида, «Зачем злословить этот мертвый пес, господина моего царя? Пойду я сниму с его голову». Он так, каждый, он злословил, они пошли, и он тоже постыли, всегда злословил. Но это Абеса, это баеначальник Давида, он не выдержал это. И вместо Давида он сказал, зачем он так делает, зачем злословить этот мертвый пес, господина моего царя? Пойду я, сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыне Саурины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Ибо это Бог допустил, чтобы он злословил меня. А кто может это допустить, что пусть он злословит. И сказал Давид Абесу, всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из средств моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминову оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Пусть он злословит, потому что это Бог допустил. Вот, дорогие мои братья и сестры, это очень трудно. Когда ты находишься в таком состоянии, и какой-то человек, который можно одним ударом голову резать, то Господь, то царь Давид говорит, что пусть он злословит меня, потому что это Господь велел, чтобы злословить. Во всем мы должны, дорогие мои братья и сестры, видеть, что что с нами получается, как брат сначала сказал, это не случайно. Потому что случайно нету, в этом мире случайностей не бывает. А мы говорим случайно, потому что причины не знают. Почему это так получилось, это причины мы не знаем. В гневе, дорогие мои братья и сестры, если мы будем сказать, что вот теперь, когда семей злословит царя Авеса, военачальник Давид сказал так. А мы что будем сказать, когда нам злословят? Возлюбленные, если мы хотим жить благочестиво, если мы хотим жить, как Бог хочет, тогда во Христе Иисусе будем гоняем. 2 Тимофея 3, 12. Всегда, кто хочет жить благочестиво, я не буду читать, чтобы время не терять, потому что вы читаете. Вопрос такой, как мы будем поступать, если нам будет злословить, оскорблять и так далее. Слово Божие в Филипианам 2, 3 говорит. В Филипианам 2 глава 9, 3 стих говорит. Если можно, там написано, сделайте. Ничего не делайте по любоприятию или по счастливой, но по смирению душно почитайте одни другого вещи. То есть, по любоприятию ничего не делайте. А в нашем переводе написано, что ничего не делайте, если вы находитесь в раздраженном состоянии, если у вас какое-то состояние плохое, решение не сделайте. Оставайтесь, после того, как у вас будет спокойно, тогда принимайте решение. Потому что в раздраженном состоянии принять решение может привести к плохому состоянию человека. Давайте, дорогие мои братья и сестры, еще одну вещь я хочу сказать от моей жизни. Вот что случилось со мной. Ну, я работал там во время этого союза. Я работал в одном месте. Я по специальности математик. И я работал в одном отделе, где мой начальник был полковник. Мы моделировали, когда будет война, атомная война, и когда атом будут бросить, после этого, что остается, как будет. Мы моделировали. Я составил этот модель. И этот человек потом ушел. Вместо него был один майор. А этот майор такой человек был, что его, как сказать, за что он не говорил своих работников. Даже он показал, как можно взять бирку, как надо взять, чтобы кушать. Он такой степень, так человек, что все освободились от него. Остался только я. А я был верующий тогда. И теперь я думаю, что я буду сделать. Все остались только я. Все ушли, только я остался. И один день мне тоже очень раздражал. И я в так раздраженном состоянии. Так, это было уже в конце дня, рабочего дня. Я взял эту бумагу, напишал заявление генеральному директору, что больше я не хочу здесь работать. Написал это заявление и поставил здесь. И хотел, он был на второй этаж. Хотел спустить второй этаж. А мы были в пятом этаже, работали. Теперь на лестнице мне появилось это слово. Ничего не сделайте в раздраженном состоянии. Теперь я оставался на лестнице и думаю, теперь дать этот заявление или не дать. Одна нога хочет, чтобы директору дать, а другая нога не хочет. То есть в таком положении я стоял. Теперь я не могу принять решение, что сделать. Но теперь, но потом мне так выше мысль проявилась. Я всегда могу это дать, это заявление дать генеральному директору. Тогда я пойду домой и после, завтра, сначала очень рано приду к генеральному директору и скажу, возьму моё заявление, даю генеральному директору, что он освободил меня. И когда я так и сделал, пошёл домой, на следующий день, утро, я рано пришёл и пошёл в пятый этаж, чтобы взять моё заявление и чтобы дать, генеральному директору, спуститься на второй этаж и дать. А когда я взял заявление, в этот момент звонил, это внутренний телефон, тогда были внутренние телефоны. И эта сестра, ну, как это, как это, картуару Иван Ценасом, секретарша, мне говорит, «Грагат, тебе звонит генеральный директор». А я чуть не умер. Я сказал, думал, что зачем это он меня спрашивает, может быть, он пошёл от меня, чтобы против меня что-то сказать. Я так опять думал, но всё-таки пошёл второй этаж. И он сказал, директор, садись. Я сел, и потом мне сказал, «Грагат, я решил, чтобы тебя буду освободить от этого места, и чтобы ты пошёл в вычислительный центр и быть начальником отдела. Тебе будет больше денег, и тебе будет больше этого». Ну, это, пан Паштоне, Паштоне. Я сказал, он говорит мне, «Ты согласен?» Я, когда он сказал, братья и сёстры, «Мне тебе так получилось, что я хотел плакать, плакать, потому что как Бог? Один раз ты был Богу так верен, один раз ты Бог был верен, и как Бог что-то сказал? Я еле-еле держал, чтобы не плакал. Я сказал, товарищ Григориан, я согласен». Значит, потом я пошёл, уже не показал мою зеленью, и пошёл там вверх. А закрыл комнату, пока ещё никого не пришёл, и молился и плакал, молился и плакал. Как Бог верен. Дорогие мои прады и судьи, Бог верен. Потому что если ты Слово Божие ты сохранишь, Он всегда верен. Он сохранит своё Слово. Даже если ты не будешь это сделать, Он всегда верен. Давай, дорогие мои братья и судьи, где это благоуханное место, где меня оскорбляют, нам обижают, где мы должны пойти? И некоторые верующие идут туда, где плохие советы дают, и раздражение опять увеличивают. А есть верующие, которые зрели христиане, они по Слову Божию совет дают. Теперь благоуханное место – те места, где дают тебе хороший совет, чтобы тебе было легче, чтобы ты мог это нести, это обиженство нести. Поэтому это только наш Иисус Христос. Потому что Иса 9,6 написано, это будут читаться и кончаться. Иса 9,6 написано, что 9 глава и ещё 6 стих. Написано так. Ибо младенец родился нам, сын Дамнал, владычество на ремне его, и нарекуя имя ему Чудный Советник, Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, Чудный Советник. Только Бог даёт чудные советы, дорогие мои братья и сёстры. А этот Бог даёт через своих слуг, зрелищих слуг, которые вам могут дать такие советы, чтобы ваши борода будут росы. Пусть будет росы вашего борода, если уже обрисованы. Слава нашему Господу. Амин.